французский дрова сеть меня обгоняет с 500 сканет это дрова он везет непонятные вижу позеленели все куда-то шин и поволок тут уже обгон грузовикам запрещен местным можно еще французы все они спешат куда-то у всех доставка у всех сроки смотрю португалец на бочке тоже не стесняется особо у него эрочка несколько эрка 450 ташка со разворачивается разворачивает поедем через лазурный берег море покажу по-моему средиземные если я что-то там если я чет чет поняну правильно помню вернее на карту посмотреть прицеп бельгийский у них видно какая работа с португалии притащил расцепился другой зацепил и дальше поехал туда притащит там рассыпется зацепиться и так вот таскают они же многие так работают и не грузят ничего их задача только подцепить и дотащить до места выгрузки и все альпы альпы вон они горная гряда вот так вдоль них и идем так по моих вот туда пересекли а так мы туда потом утра перейдите а с одной стороны тоже хотелось бы проехать может еще как-нибудь другой раз просто было неожиданно такой поворот событий даже с другой стороны через альпу мы всегда успеем как суворов перейти а вот морю средиземную по его северному побережью проехаться это тут вариант такой может быть один единственный раз жизни выпасть во всяком случае за 18 лет работы на европу первый раз да и честно скажу я вот по этой дороге сейчас еду второй раз жизни один раз под испанию ходил во франции там выгружался не выгружался где-то вот здесь потом туда под испанскую границу поехал грузиться там буквально вот километров 50 или 60 там не доезжая испании мы там грузились выгружался вот как раз вот где-то вот здесь вот не доезжая марселя вот порядка двухсот километров чтобы я так припоминаю тоже где-то потом с автобанов туда в сторону согнали там господи вот так о свечки подымался 22 тоннами не помню чего но сам факт что 22 было тоже летом жарище было хорошо там какой-то ручей горный тек там пойдешь этой воды холодной наберешься обливаешься сидишь целый день из этой кабины выходные стоял а потом до отправили под испанию там еще хуже вообще пекло стояло вот поэтому я второй раз жизни тут еду если франция выпадала то в основном такая там северная восточная там заскочил в ту францию там выгрузился ли загрузился и выскочил лилю вот такие вот города там париж там гуль пару раз было в тех краях сюда вот на юг редко-редко вот смотрите какая у нас красивая горная гряда впереди прям альпы прямо к автобану подступают красота 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 провинция что-то тут альпас что-то там такое вот я проехал и шампань и прованса что-то тут с альпами связано а что ты будешь делать все съезжаю с полосы до съезжаю а там прям какой-то то ли забор между ними то ли что тут наверное какая-нибудь это стояло а вот точно крепость была наверное какая-нибудь там какие-то дырки вон прямо вот в скале наверно тут и чего-то тут и тусовались старину древние кто тут французы и вряд ли они еще были тут французами конечно это новая заправка что за заправка вы знаю такой перейти авария вот есть что-то программу там мозги и переформатировали она теперь по поводу и без поводов передел все перестраиваемся вот мы добежали до этой развязки вот правее еще ездил вот в сторону барселоны давай сюда да что ж ты будешь делать сюда левее сторону обеднен какой-то марсель ницца в эту сторону еще не наводилось поедем обследуем новые места новые дороги 303 километра до границы отсюда с Италией мы где-то не доедем порядка километров 115 я сегодня хочу еще во Франции заночевать поедем 79 73 километра чтобы ну интернета побольше было тут еще свои ютубовские дела бы поделать сегодня ну и до стоянки, которая вот рядом с морем это в районе Монако уже посмотрели я-то доезжаю все но там она очень маленькая я просто боюсь, что я когда туда приеду а это будет уже час 4 плюс пауза еще часа 3 туда ехать до часов 8 полдевятого может 9 и просто боюсь, что там уже не будет места там парковка я не знаю, там на 15 машин поэтому я буду становиться раньше на ту стоянку может быть получится со скотчем завтра с утра кто-нибудь уедет наверняка работать место освободиться если там недалеко от моря то может быть мы и на Средиземное море сбегаем посмотрим, но это будет завтра так-то конечно было бы вообще сегодня приехать вечером на море пойти но не все коту масляница приехать туда и уткнуться, что там мест нету ничего а там после этого уже все уже надо в Италию заходить и по Италии этот вариант меня не устраивает поэтому план пока такой а как дальше будет, будем видеть сейчас где-то еще с полчасика проедем встанем покушаем пообеда-ужинаем одним ударом одним махом уже 3,5 часа как едем еще полчасика и все на какой-нибудь из паркингов можно на лесной поужинать без разницы где тормознуться ночевать, да там ну там вот где будем по идее там заправка все большая стоянка о, а этот видите даже закрыт, кстати в Германии если закрывает то значит завтра здесь будет контроль стоять может тут асфальт укладывали новый так судя по всему похоже а может точно завтра как бы контроль будет стоять это тоже французский вот видите что значит к югу приближаемся пошли уже вот такие растения древья более южные не знаю как называется не силен в английском видите горы уже почти без леса даже как-то немножко и похолодало 31 стало ехал 36 было там в Лионе ближе к морю свежеет ездим все 35 минут осталось до ближайших первой же парковка заезжаем и будет у нас обеда ужин сады но здесь не яблоки наверное абрикосы какие-нибудь не рассмотрел опять что там висит на них нифига не понятно Ницца 220 257 до границы отключается от Ниццы 30 километров еще замок на горе красивый шпиль такой торчит с левой стороны сейчас будет у нас тоже много замков здесь богатые тут жили а нет справа будет лицерок и судя по всему такой встречный да стоял тут замок тут вот получается как между вот гора та и эта гора и здесь как бы между гор проход и замок на горе и все если какие-нибудь чужие шли с этого замка начинали там мешать им идти и еще река все правильно стратегически грамотное место даже древние развалины какие-то была стена когда-то это это кипарисы там или еще что-то такое не буду умничать потому что не знаю да места тут очень красивые это что за звук это что какие-нибудь цикады или как их тут еще называют смотрите какие деревья классные а я подъезжать думаю что так стрекочет думаю это моя машина что-нибудь там ремень какой-нибудь или еще что а это ну вы сами все слышите да офигеть класс вы слышите звук какой да а запах то какой стоит вам через камеру не слышно а мне не класс как искусственная но наш настоящая да вот это треск они заглушают даже рев 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 сумма как стрекочет а берет тут впереди рев стоял так его слышно не было вот вот форточки закрыл все равно слышно и печка дует воздух дует холодный что все пауза стояли подстояли поехали 133 километра еще на сегодня у нас запланировано проекте 27 чем меня регистратор не работает а отключился слышите они так всю я просто не знаю никогда такого стрека ты не слышал я вообще не слышал живу нас беларусь если вообще даже не знаю есть у нас цикады водится не водится такое понимает южные сверчки я еще всю дорогу вот ехал как проезжаю и слышу тик-тик-тик-тик-тик вот это вот стрекотание думаю е-мое неужели это у меня так ворточку открою вроде нет а потом вот заезжаю на стоянку и такое ощущение что у меня ремень какой-то зашелестел вот думаю не было печали а получается это вон что что время пол шестого 133 километра два часа это получается пол сезона пол восьмого ну и нормально сказали первый груз у меня готов там не основной у меня основной второй там первый груз два полет какие-то два редуктора надо загрузить наверное завтра мы их поедем загрузим оттуда я так примерно прикидываю мне где-то километров а ну вот 623 остается это ты уже а все это ты уже высчитала как мне ехать да что-то много 623 а я 270 что-то много мне почему-то гугл карты мне считал гугл карты считал и на завтра еще 500 верст останется гугл считал мне оттуда 800 а я уже проехал 270 получается 900 гугл а гугл ну и он сейчас 618 считает я что-то ничего не пойму тогда откуда еще стольник нарисовался если оттуда выдавал 800 может тут гугл где-то как-то что-то резал здесь через Марсель еще сотку добавляем получается 400 километров лишних не 300 а 400 ну меньше чем 400 где-то 350 не не 350 370 360 вот так но если 130 я проеду мне на завтра еще останется 490 490 если я в пол седьмого выйду 11 часов простоять я могу завтра не успеть хотя 360 может 9 отстоять ладно посмотрим подумаем оттуда уже посчитаем прикинем пока едем встанем на стоянку тогда будем думать что-то этих цикад наслушался и на солнце перегрелся как я считал короче тут все сейчас перебили пересчитали получается ну вот чтобы в точных цифрах 800 540 напрямки и 890 вокруг короче 350 километров лишку это не страшно все равно оно выйдет на евро 5 выйдет дешевле ну-ка на евро 6 наверное дешевле вышло не намного но дешевле потеря во времени ну так как мы сильно со временем не страшно то то ничего страшного едем так ну просто вот не знали идти про этот вернее кое-кто знал но не вспомнил не будем показывать пальцем это был не я я про второй туннель не знал я только про Монблан стал вот но ничего запомним будем знать теперь иметь так сказать ввиду вот как каким кустам подъезжаю и все сразу цикады эти прямо вот перебивают и шум двигателя шуми ну хотя шум двигатель двигатель это не слышно шум ветра а чуметь так тикет и чек итого вот этот участок обошелся 73,7 евро 73,7 евро плюс там 6,5 итого с учетом мы уже сюда наездили на 80 еврейских рублей огонь огонь все все это мне подсказывает что до франции до французской границы мы еще столько же заплатим лет а ген х а есть м а а и и и и и и смотри за какая красота чего ты нервничаешь так сильно главное что это нервничает девушка какая нервная просто сил нет никаких в этот спуск напоминает спуск ереван вот очень похож только вот если еще кустарник убрать и вот эти деревца так точно как к еревану спускаешься но полос поменьше там там 2 всех вас есть четыре минуту сейчас автобаны разойдутся на марсель пойдет правее а мы левее на нитсу но очень похож так сразу такая какая-то ассоциация даже тут умудрились разрисовать но киса и ося были здесь так обгон тут не запрещен если что литовцы обходить наверно да вот туда на марсель пошел марсель правее остается в принципе мы рядом с ними идем да сейчас мы этого за этим французом наверно от этого литовского коллегу ли он уже поехал же наверно поехал и не очень поехал нет не очень поехал еще одни туристы совсем не поехал обходите вот видите что делает он за мной ехал я поворотник показал он выскочил есть все и поднялся но это не германия от франция нормально здесь тут рассчитывать на то что вам тут вот прямо за все разбежались и уступили не стоит надо иметь ввиду что вы находитесь во франции тоже город в таком живописном месте находится даже не знаю что за город мы тут опять вот небольшой штал сейчас 6 вечера тут с города выезжает поэтому наверно толкаемся айкс 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 да мой французский оставлять желать лучшего как и не только французский так тут три полосы значит надо перестраиваться в праве это все я думал полетит нет пропустил меня дал перестроиться пахли францы прям через город автобана дуй в дуйсбурге тоже германии также едешь прямо по центру города предупреждают контроля радара всех контролируют и грузовики и легковые и даже мотоциклы местным можно сперта ничего не нарушает гора классно так вроде бы более-менее равнина и такой одиночный бугора такой скалистый ух ты ничуть это он большой данный мостик то секция page пункт оплаты очередной здесь мы что будем делать платить или тикет брать а нет секция на page платный участок платный участок заезжаем вот этот бесплатный получается через этот город здесь вот этот кусочек здорово красиво правда а дальше пейдж плата ходим и в горный участок вот сюда ближе к морю и он смотрится час мы тоже тут я ж не знаю вообще альба не сюда прям море заходит не заходит купаются они тут не купаются ну вот сам факт что мы заходим однозначно горный участок до этого шла ну вот вдоль гор ехали и была равнина может там один или два таких небольших как бы типа спуска подъема а здесь однозначно у нас начинается горы начинается тоже красота море мы увидим я надеюсь в районе манкета манте-карло манте-карло монако где-то там а тут же все да канны ницца монако манте-карло о прикиньте тут на этом кусочке этом лазурном столько всего этого собралось тут же все эти с толстыми кошельками тусуются периодически и не периодически постоянно здесь зависают всякие эти же фестивали проходят там в каннах кинофестивали да и не только ну вот и мы отметимся проехавшись тут я представляю сколько чем ближе тут к морю сколько здесь домики стоят всегда тепло тут вообще зимы не бывает наверно зимой там плюс 15 это уже волны считать вон очередная горная гряда впереди у нас но мы сейчас так левее уйдем с правой стороны останется ухо а ухо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Стал специально сюда мордой Чтобы парни стоят И прямо солнце светит А мне солнце Уже не светит Жарко, 30 В конце устал Не глушит Мы тоже можем не глушить Но не будем И здесь щебечут Цикады эти Кто тут у нас? Словак, испанец Кого тут только нет Пойдем посмотрим Что тут на заправке Как она дышит Да и будем отбиваться По плану Пораньше выехать Вот это у нас Спасовом Made in France Как это Как камеры церемных Ну а что самое интересное? Sorry Самое интересное Это все бесплатно Да? Во Франции душ бесплатный Ну я так слышал Ни разу не купался Потому что я тут редкий гость Кстати сейчас Мы проверим Вот хоть течет Ой Течет Это Динэффекты Наверное Руки обработать Но Халява Значит халява Все На улице жарко Такой погодой Искупаться Милое дело Правда? Чем мы сейчас и займемся Субтитры сделал DimaTorzok